Мы продолжаем с помощью Всевышнего перевода Роша к трактату Брахот. Урок посвящается для безопасности на Святой Земле и спасения всех раненых, и излечения, и спасения узников Азии, для безопасности солдат, а израильской армии против террористов Хамаса, чтобы ни одна из ловушек, которые придумали, как говорится, там, ну заедим, приготовили злодей, чтобы ничто из этого не привело к смерти еврейских солдат, и чтобы побыстрее удалось закончить эту операцию, освободить заложников, и живыми вернуть их здоровыми назад, чтобы они все излечились. Это же еще не только вопрос того, что пришли живыми, да, это психологические травмы, особенно для детей, и все эти изнасилованные женщины, которые к плену у Хамаса. Это травма часто на всю жизнь, очень тяжело после этого, чтобы Всевышний помог, чтобы эти люди смогли вернуться к нормальной жизни, после всего ада, который они прошли. Итак, мы находимся на девятнадцатом параграфе третьего перека. Мы учим в трактате Шаббат на сто девятнадцатой странице. Если человек отвечает как следует, так сказать, всеми силами своими, Егейшмейраба, на кадыш отвечает, ему разрывают, так сказать, приговор, если даже у него приговор, как говорится, Дино Шершивим Шана, какой-то строгий приговор на семьдесят лет. Есть разные попытки объяснить этой гирсы, это не во всех гирсах Геморре семьдесят лет, что здесь имеется в виду. Может, имеется в виду на жизнь человеческую, даже если у него на всю жизнь приговор уже, на все семьдесят лет его жизни, все равно, если он отвечает Амен, Егейшмейраба, как следует, то этот приговор разрывается. Шенемар, и стих, который они цитируют, это в песне Деворы, в начале песни Деворы, помните, когда мы читаем, как Хафтору в главе Бешалах, когда еврейский народ притесняли к наней, и была такая пророчество Девора, и она сказала Бараку, а виновому есть диспут, кто это такой был, такое отношение к ней имел. Но, во всяком случае, он явно был генералом каким-то, и его послала Девора воевать с Сисрой, главнокомандующим этих к нанев. И война закончилась очень удачно, но в результате Сисру убила женщина-союзник, какая-то бедуинка из семьи Кеним, да, это семьи Итро. Сегодня, кстати, друзы тоже лояльны Израилю, те, кто живут в Израиле, и они говорят, что они потомки из семьи Итро. Вот, во всяком случае, они были, говорится, эти Кени, они были друзьями евреев, но и при этом у них не были плохие отношения с этими к нанейами, поэтому он думал, что получит убежище в ее шастре, а она его убила. И получается, что основное спасение пришло через женщину в том поколении. Ну, вот там есть такое выражение, Девора потом поет песню, где описываются многие события, и много непонятного, конечно, как обычно, стихотворный язык в Торе, очень сложный. Видимо, этот метраж переводит слова «Бепро, Пераот, Би Исраэль», когда аннулируются декреты наказаний в Израиле, это когда «Барху Хашем», когда был Саев Всевышнего, то есть «Амен Егей Шмарабан», тоже считается был Саев Всевышним. Непонятно, почему тогда именно про ответ на Кадыш, это говорится, почему не сказать, что это на ответ на Барху, например. Там как раз в большей степени похоже «Барху» – это «Ашема Миворах», и здесь «Барху Хашем». Ну, во всяком случае, вот так Даршин Хазаль. Матам, по какой причине «Бепро, Пераот», аннулируются декреты. Мишум де Барху Хашем, потому что благословляют Всевышнего. Гарсинан Бегемора Сота. А теперь следующее. Рос часто приводят из разных мест Талмуда здесь, чтобы все это соединить вместе, все, что связано с законами молитвы. Значит, Геморисо так говорится, «Без манше шлех цибурам мер модим, хаам махем умрим». Когда посланник общины доходит до модим, до предпоследней брохи, то места мои люди должны что-то сказать. Это единственная броха, кроме кедуши, где народ должен что-то ответить. Не могут просто дать посланнику общины, благодарить Всевышнего и кланяться, они будут стоять и молчать. Они тоже кланятся и говорят, что «Амарав, мадим анахну лах, ашем лакейну, ашанахну мадим лах». Тут каждый из раввинов приведет короткий нусах. Мадим дарабанан, то, что мы называем, то, что народ отвечает на мадим, вместе с казаром говорят, когда тот говорит мадим. Но у них были все короткие нусахи, а потом в результате сделали общий нусах, который состоит из всех этих ответов. И вот это то, что называется мадим дарабанан, мадим раввинов. То, как разные раввины благодарили Всевышнего, у нас получается это комбинация всех их благодарностей. Значит, первое мнение, мнение равва, что просто благодарим тебя Всевышний, наш Бог, за то, что мы тебя благодарим. Потому что мы тебя благодарим, как-то так. Перюш, альма ше захитану миколь хаумот викирафтану лихадот лах. Рош теперь объясняет эти слова, что имеется в виду, мы благодарим тебя за то, что мы можем тебя благодарить. Что ты приблизил нас, чтобы мы могли тебя благодарить. Шмуэлямар, другое объяснение. Очень похоже, но только еще добавляется, что ты Бог всей плоти. Рабисимай, омер. Он еще добавляет слова, ты создатель наш, создатель Вселенной. Большие благословения и восхваления твоему имени великому за то, что ты нам дал жизнь и поддерживал нас, за что мы тебя благодарим. Раб Аха, бар Яков, мисайм, ба, хахи. Кен тихаену, утикаймену, утиханену, утикабцену, меарбат ханфот, витасов, гилуетейну, лихацерот катшеха, лешмор хукеха, милав дыха, милав сотрицунха, билевав шалем, айшану му землах. Да, у Раби Ахай, Аха, Аха, бар Яков, еще целый ряд благодарений, что ты нам дал жизнь, поддерживал, соберешь нас с четырех концов земли и соберешь нас изгнанников, твои святые дворы, чтобы мы соблюдали твои законы и служили тебе, и делали твою волю чистым сердцем. Поэтому мы тебя благодарим. Ама Равпапа, хилхах немринху ликулейху. Значит, Равпапа на это все говорит, кстати, это не первый раз. Равпапа во многих случаях, когда есть разные варианты, как сделать броху, он говорит, сделаем все варианты. Например, есть разные нусахи, как заканчивать броху ашарьяцах. Он говорит, сделаем и то, и другое. И рофехоль басару мафлили асот. И еще в некоторых местах. И вообще Равпапа, когда были диспуты, пытался всегда, если возможно, сделать по всем мнениям. Так вот, здесь Рош правда добавляет, уби Иерушауми, в Иерусалинском Талмуде, мисаймба, баруха таашем, хакеля аудоот, что там конец, благословенный Всевышний, бог благодарности. И похоже, что он согласен с этим. Судя по всему, Рош раз это привел, то, видимо, считает, что так халаха. И может быть, и наши неморы об этом не спорят, что конец брохи же должен быть, чтобы броха была, нужно чем-то ее заканчивать. И так действительно, Велинский Гаон делал. Но большинство людей так не делают. Иерушауми постановил, что раз есть неуверенность, то мы говорим просто баруха келя аудоот. Ведь в нашей гемории этого нет. Но то, что мы говорим в конце баруха, благословен, бог благодарности, мы говорим без имени Всевышнего, не баруха таашем, келя аудоот, а просто баруха келя аудоот. Чтобы не было сафлик, броха, либо тала. Я так не уверен, почему не сказать, что имя Хакель тоже это имя Всевышнего. И так же, что Брох считает в другом месте, что любой из имен Всевышнего, если сказал, то Броха засчитывается в бедеевит. Так почему не сказать, что баруха келя аудоот, это тоже та же самая проблема. Во-первых, возможно, броха леватала, если действительно концовку нельзя делать, то и кель это имя. И во-вторых, что этим тоже ты делаешь на самом деле, броху? Баруха келя аудоот, бедеевит это как броха. Окей, возвращаемся назад к нашей Мишне. Помните, про Балкерий, что он не делает брохи до и после шма, а само шма читает, согласно простому смыслу, тихо, в сердце только, без произношения. Так большинство понимает нашу Мишну. Так вот, там говорится, что он делает такие брохи до и после. Это уже другой мудрец. Раби Года бен Батейра это не Стам Раби Года. В Мишне Раби Года это Раби Года Баррилай, ученик Раби Акивы. А был другой мудрец, Раби Года бен Батейра, который считал, что вообще все эти законы насчет того, что нужно окунаться после отношений или если у человека во сне вышло семя, что нужно окунаться прежде чем заниматься Торой или читать молитвы. Что это все слишком большая хумра. Что Тора не становится нечистой. Диврей Тора не принимает нечистоту. Поэтому даже если человек Балкири, пусть занимается Торой. Наоборот, это битуль Тора. Если человек будет ждать, пока он найдет Мику, и только потом заниматься Торой. Тем более, если молитвы из-за этого пропустят. Энди врей Тора микаблинтума. Ма асэбе талмидэхад шигая мигамгем векуре лималами раби Гуда бен Батейра. Что однажды какой-то ученик занимался Торой над местом, где сидел раби Гуда бен Батейра. Он там как-то не хотел произносить слова, кажется. Мигамгем здесь, это, видимо, что-то такое бубнил. Бубнил слова Торы. Так ему говорит тогда раби Гуда бен Батейра. Открой свой рот и будут сиять твои слова. Да, не стесняйся. Слова Торы грязными не будут. Шинэмар Что вот мои слова не как огонь, говорит Всевышний. Что так же как огонь не можешь стать нечистым. Так же и слова Торы. Амаравнахман Барьицхак Нахок Алма Китлата Саби Говорит, есть в трех вещах обычаи у людей как мягкое мнение, как мы сейчас увидим. Есть три случая, когда халаха или даже не халаха, а скорее аминхаг. Это не совсем то же самое. То есть не то, что изначально постановили мудрецы халаху как эти мнения. Просто обычай был полагаться на мягкие мнения в трех законах и люди уже не стали, мудрецы не стали это останавливать, раз людям есть на что положиться, по крайней мере, они не то, что точно делают грех. Раз такое мнение существует, то уже можно на него немножко положиться, виша Татхак. Вот как-то получилось, что минхаг вышел в трех случаях как мнение дат-яхид, так сказать, как мнение индивидуума, а не как мнение большинства мудрецов. Есть же общий принцип, что в каких-то ситуациях действительно мы полагаемся на дат-яхид, в халахе. Так вот, значит, минхаг, как полагаться на трех старейшин, саби, а именно, кираби гуду, бенбетей, раби диврей, тора, вот насчет того, что мы сейчас прочли халаха, или в основном, минхаг, что полагаемся, что можно заниматься торой, не ходя в мику. И так сегодня мы делаем, соответственно. Даже те, кто стараются по утрам ходить в мику, многие хасиды каждое утро ходят в мику перед молитвой, но все равно ночью, например, если человек встал и занимается торой, если он еще не сходил в мику, и брохи делает. Ведь, согласно старому вот этому обычаю, когда следовали строгости Твилла Тезера, то ничего невозможно было. Например, если человек после отношения с женой сходил в туалет, он не мог ашарьяцар уже сделать. И так далее. Так вот, так, конечно, никто не поступает. Мы не можем сегодня так поступать. И обычай, как и раби гуду бенбетейра, что и торой занимаемся, и брохи делаем, и молитвы, даже если человек не сходил в мику. Вот. И так же, если время пройдет, например, допустим, человек может пойти в мику, но к тому времени уже пройдет, будет слишком поздно молиться или читать шма, то тоже читаем шма, даже если человек обычно ходит в мику, даже из тех хасидов, кто ходит в мику, всегда, но если из-за этого он опоздает на время шма, тогда он прочтет шма без окунания. И даже ради миньяна, согласно, кажется, в мишном бруле не стоит, если человек будет молиться без меня, но из-за того, что сходил в мику, то не стоит это. Потому что по букве закона у нас халлах, как раби гуда бенбетейра. Вторая вещь, что раби эшайя считал виноградника только когда виноградные семена смешали еще с двумя другими семенами. И, наконец, третья мягкость, это раби элай немножко меньше раби нехэмия. Так вот, раби гуда, это раби гуда бар-элай. И его отец раби элай считал, что рейшит хагез, то есть первая шерсть, так сказать, когда люди стригут шерсть, есть диспут, там мудя в трактате Хулин, сколько именно должно быть шерсти, сколько именно овец у человека, чтобы нужно было эту митву исполнить. Но, во всяком случае, когда у человека много овец, и он сострит какое-то количество шерсти, нужно часть отдать коину, который, говорит, решит гест Цонхати Тенло. И вот этот закон не относится вне земли Израиля, по мнению раби элай так народ полагался на это мнение. Интересно, что здесь не сказано, что полагается также в отношении матанод, что и от животных те части, которые нужно отдавать, когда животное человек зарезал, обычное животное, не жертвенное, корову там или барана, то нужно отдать три части. Челюсти, включая язык, самая вкусная, можно сказать, деликатес, это идет к коину. Правая передняя нога, определенная ее часть, здесь путь точно какая. И еще грудинка. Вот это три вещи, которые отдавали коину. Так вот, вне земли Израиля это тоже не соблюдалось уже давно. И есть шуба отрави, что в этом тоже порогается на Раби Илая. Так же, как решит Агез, мы знаем из Тамуду, что Раби Илай был мягок с обоими этими вещами. Обычно, как мы изучали в трактатике Душин, законы, которые относятся только к земле Израиля, это законы именно земли. Знаете, всякие там, Трумы, Шмита и подобные. Но в данном случае, как это тоже похоже немножко на подобные законы, то тоже он считает, что относится только к земле Израиля. А именно, то, что отдают коину, ведь именно в земле Израиля коины служили в храме и поэтому получали стипендию от народа. Да, значит, коину отдается шерсть, определенное количество шерсти и определенное мясо от животного. Так он считал, что это только в земле Израиля. Но в Талмуде здесь сказано только по отношению к тому, что народ полагается на его мягкое мнение в Ришит Агез, по отношению к шерсти. Не сказано, что также по отношению к Матанот. А Раши, соответственно, считает, что и к Матанот это относится, что и в этом народ полагается на мягкое мнение. И так, действительно, обычай. Как пишет Рыма, смотри то, что написал Саверахенух, а Саверахенух пишет, что мы не можем заставить, так сказать, мясников давать столько, да, это же много мяса отдавать от каждого животного. Поэтому заставить мы это не можем, пишет, и поэтому полагается на мягкое мнение. То есть, получается, что желательно было бы следовать строгому мнению выходит из всего этого. Просто раз мясники не хотят, то им есть на что положиться. Кеата Зеири Амар Батлуа Литвилота. И так же, когда пришел Зеири какой-то мудрец, сказал, что уже эти законы Твила окунания остановили, да, аннулировали. То есть, люди не окунаются и занимаются торой после отношений с женой. Вямрила Лина Твилота. Другие говорят, что он сказал, что даже омовение рук аннулировали. В смысле, не полностью аннулировали, но когда человек не успевает иначе, он не будет из-за этого оттягивать время молитвы и пропускать время молитвы только потому, что нет воды рядом. Значит, Манда Амар Литвилота, если имеется в виду все-таки окунание Ке Рабьи Гуда Барбетера, это тогда как мнение Рабьи Гуда Бенбетера, как мы сказали, что не принимают слова Торы нечистоту. Манда Амар Литвилота, тот говорит про омовение рук, Ке Рабхизда. Мы уже это приводили, что Рабхизда, говорится, проклинал, если человек ищет воду, когда время молитвы подходит к концу, он там во время молитвы, когда вот-вот может пропустить так время молитвы, а он ищет воду, чтобы помыть руки. И Каманда Амар, Хаде Амар Батлуа Литвилота, Бенедиври Тора, Бенедфила. Теперь приводит рост, что есть еще диспут, решением был, что именно имеется в виду, что Гейли, что не нужно окунаться, что мы можем положиться на Рабьи Гуда Бенбетеру. Имеется в виду и по отношению к молитве, и по отношению к занятиям Торой. Или же Ви Каманда Амар, другой мудрец говорит, Хинемили Литври Тора, что остановили только в отношении Торы. Но молиться и сейчас нужно окунаться, прежде чем молишься. А Ва Литвила Бай Твила, чтобы молиться, нужно окунуться. Литвила Бай Твила, Твила Твила, похоже звучат слова. Для молитвы нужно окунаться. Вело Твила Давка, не то, что Давка нужно окунаться в микве, или Рехи Цет Камен. Если нету миквы, можно просто, чтобы на человека вылили ведро из девять кавов воды. Это тоже засчитывается. Вика Тавра Хай Гаон, Заль Кивон Дагимора Ликам Хай Милта, Накед Минхага, Даколь Исраэль, Бия Дахши, Коль Балай Керен, Афаль Пиши, Най Майм, Эль Митболим, Ад Шир Хацу. Интересно, что он, видите, приводит мнение Рава Хай Гаона, но сегодня этому не следует. Шухонарх так не постановляет. Но он приводит такое мнение, что возьми, говорит, обычай. Раз Гимора, говорит, не объяснила нам четко, относятся ли к молитве Битуль, да, аннулирование окунания, то нужно быть строгим, получается, что обычай, говорит, еврейского народа, они не молятся, если были с женой, или если у них выжила семья во сне, они не молятся, пока не помолятся, так сказать, пока не нальют на них воду. Считается, что если душ принял, то это тоже достаточно в данном законе. Это не как законы окунания и сторой, есть законы, когда требуется окунуться и сторой. Сегодня этот закон относится только к женщинам после менструации, чтобы были разрешены мужу. Но есть и законы, которые когда-то относились к мужчинам тоже, чтобы есть руму, например, коэну. Во всех случаях, когда требуется окунание и сторой, тут не поможет душ. Душ это не окунание, разумеется. И в ванну залезть тоже не поможет, даже если у человека большая ванна, какая-то джакузи, нужно именно кошерная миква, там сложные законы, как ее построить. Но, ну или натуральная вода какая-то, где нету ни гидролесерстанции, ничего подобного, просто обычные озера, моря. Некоторые говорят, что и реки текущие годятся, другие говорят, что реки не годятся, так у них вода не стоит на месте, а течет. Это много есть нюансов, где можно окунаться. В бывшем Советском Союзе, те, кто секретно делали миквы во время коммунистов, они там снег обычно, в холодных местах в Советском Союзе, снег просто растапливали, делали яму, и в ней растапливали снег. Такая вода годится, она натуральная, хотя ее несли руками, но по большинству мнений это подходит. Вот если бы дождевую воду несли в ведре, это не подойдет. Дождевая вода должна поступать через определенные трубы, причем не принимающие нечистоту, там много сложных законов. А вот если это снег, то его даже и в ведре можно принести. Так вот так делали снега или из льда микву, растапливали в этом месте, когда уже кинули снег, допустим, в яму, туда можно самовар поставить горячий, была такая семья Майзлс в Киеве, они так сделали микву у себя, там на цокольном этаже они жили, туда приходили женщины окунаться. Еще были разные, в Ленинграде тоже были какие-то подпольные миквы. Так вот, где нужна история микву, там не поможет, конечно, душ. Иначе все было очень просто, просто принять душ. Но вот в таких законах, как здесь, где достаточно, чтобы облили человека водой, то многие считают, что и душ подойдет. Не обязательно, чтобы именно руками кто-то наливал воду. Поэтому многие люди, если они, допустим, были с женой, то утром принимают душ, только потом идут в синагогу. И, конечно, во многих синагогах, особенно хасидские, есть миква в самой синагоге, и те, кто хотят, окунаются. И хасиды, я уже говорил, каждый день окунаются, как правило. Вот. Но у нас сегодня, во всяком случае, шухонарух не постановляет, как Рафхай Гаон, а постановляет, что вообще полностью аннулировали окунание. То есть, по букве закона окунаться не обязательно. Просто по кабале, аризалия, есть такая идея, что и в наше время, особенно когда занимаешься кабалой, следует быть чистым. Окей, давайте здесь закончим. Мы подошли к очередной Мишне, про человека, который вспомнил, что он был керий, когда уже начал молиться. И урок посвящался для безопасности на Святой Земле, для спасения всех заложников, для излечения всех раненых, для спасения солдат от всех ловушек и от их смертельных врагов, которые хотят уничтожить наш народ и не скрывают это от террористических организаций, которые страшные вещи проделали и сказали, что будут дальше это проделывать. Поэтому у Израиля нет никакого выхода, кроме как полное уничтожение Хамаса. Тут, так сказать, выбора никакого не остается. Ни на какие переговоры, ни на какие варианты компромиссов здесь уже понятно, что невозможно согласиться, потому что любое, на что они соглашаются, только временное перемирение, чтобы потом опять вооружиться и опять уже в следующий раз, если Хас и Шаум не будут силы, они уже не тысячу человек убьют, а десять или сто тысяч, или миллион. Это только вопрос времени, если дать им силы, что они будут все более и более успешны с их точки зрения операций. Насилие, убийство детей, страшные вещи. И Израиле просто не остается никакого другого выхода. Хотя именно многие из этих людей, которые жили в этих кибуцах около границы с Газой, в том числе тех, кто сейчас в заложниках, многие из них, они очень левые были, они наоборот помогали всяческих жителям Газа и устраивали их в израильские госпиталя, лечить и еще всякие. Они как раз были за дружелюбное сосуществование. Но, как оказалось, теперь даже среди них уже, кажется, они начинают понимать, что это нереально и невозможно. Только если воспитать совершенно новое поколение, там, как когда-то после нацизма в Германии заняло много лет, пока вырастили новое поколение людей, которые не собираются никого уничтожать. И хотя, конечно, в такой войне с Хамасом всегда есть жертвы людей, которые считаются мирными жителями, но, к сожалению, избежать это невозможно. Особенно в случае Хамаса, когда они прямо в детских садах и в больницах и в школах устанавливают свои ракетные установки, которые до сих пор летят на Израиль. Чудом в последние дни не было жертв. Но некоторые из них падали в самые густарисимеонные районы, в школы. Могли бы быть хас-вишалом жертвы. И, во всяком случае, в раненые есть. Поэтому у Израиля не стоит никакого выхода, как им остановить это. Да, будут мирные жертвы, но вина этих мирных жертв полностью на Хамасе. Израиль делает гораздо больше, чем любая страна мира в подобных ситуациях. Америка, другие страны, когда ведут подобные войны, они гораздо больше у них мирных жертв в процентном отношении. Не говоря уж о том, что числа Хамаса всегда завышенные и лживые. И это уже доказано и передоказано. У них иногда от одного дня к другому возрастает число общих жертв меньше, чем число жертв женщин и детей, якобы. Само по себе, какой абсурд, да? Что количество, получается, умерших всего меньше, чем количество умерших женщин и детей. То есть они просто хотят показать мировой общественности, что якобы умирают больше всего женщин и детей. Но часто их цифры просто не сходятся. Вот. Поэтому это все просто наобум какие-то даются числа большие, чтобы казалось, что Израиль некий агрессор. Но на самом деле вся вина полностью на них. Почему они ни одного бомбоубежища не построили для своих людей, а вместо этого построили все туннели больше, чем весь лондонский интерполитен? Невероятно, да? Все эти деньги, которые могли бы сделать Сингапур Ближнего Востока, Абгазия, вместо этого пошли на то, чтобы строить невероятную муравейник под землей. И чтобы атаковать, да, чтобы делать ракеты десятки тысяч, чтобы атаковать евреев. И стрелять по городам, по всем населенным пунктам. Ужасно, когда живешь рядом с людьми, которые, единственная их цель это тебя уничтожить. Чтобы Всевышний спас наш народ от всех этих СМИ лживых и от всего поклёпа, который они против Израиля выдвигают. И чтобы восстарился мир, потому что главное это мир, шалом, да, если нету мира, то нет ничего.